Продолжение следует... 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 Но, опять-таки, говоря о анализе, здесь важно сказать следующее. Все позиции, начиная от выбора камеры, окончая в правильном ракусе получения грамотного результата, затем уже разбор этих игр с командой, здесь не бывает мелочей. Также, как не бывает мелочей, мы выберем программного распечения для того, чтобы можно было удобно, быстро и качественно рассмотреть зами с игры. И, видя следующему анализу, мы пришли к выводу к такому, что посмотреть всю игру – это не совсем качественно, эффективно. Если поступаем следующим образом, мы берем небольшие нарезки. Понятно, что тренер или оператор, который снимает игру, как говорится, в теме и знает, что необходимо для того, чтобы вместе с командой посмотреть эту игру. Поэтому выбор, и грамотный выбор нарезок, он, так сказать, не расстаривается. То есть, его взаимодействие с командой тренером, но, возможно, это, так сказать, процесс автономный, поскольку все-таки операторы, как правило, это люди, которые хорошо разбираются в любом виде спорта, в котором, так сказать, анализируются игры. Поэтому мы вот говорим сейчас о том, что наши нарезки, они, в принципе, как правило, небольшие. Где-то в разбор игры у нас обещается, может быть, 10-12 минут для того, чтобы разобрать ключевые моменты. Смысл этих нарезок заключается в том, что, в принципе, сам оператор является, условно говоря, монтажером, то есть он должен иметь делать небольшие простые вещи. когда развязать видео, возможности, допустим, в каких-то определенных программных обеспечениях, если это необходимо, сделать паузу, то есть на экране монитора, остановить какой-то игровой момент, потом вместе с командой его разобрать, и дальше посмотреть, так сказать, этот момент до кончаяния. Ну, помимо, так сказать, одной функции, это обрезание по начальному и конечному кадру, мы еще часто используем компьютерную графику для того, чтобы вот на том кадре, где у нас пауза, показать команде, какие действия были совершены невравильно или как там атака, команды происходили, какие-то недостатки, то есть это там различные подручки, стрелки и все остальное. Ну, достаточно это все, так сказать, легко делается, я бы на примере, правильно, так сказать, с вами докладом, вы это все увидите и услышите. Следующим этапом мы все-таки подробно, наверное, достаточно быстро попытаемся разобраться во всех ступенях от приобретения оборудования для съемки и до получения конечного результата. То есть первым шагом всегда очень значима эта грамотная выбор камеры и штатива. Как правило, к сожалению, вот никто этим серьезно не занимается, просто кто-то там, допустим, из администрации, где там, когда передает камеру, это не совсем так. Дело в том, что различные качества картинки существуют, и здесь, в принципе, тоже очень важно правильно выбрать камеру. Но, опять-таки, имею в виду, что мы говорим не только об анализе, поскольку у нас все-таки структура такая небольшая и средств недостаточную, то эту же камеру можно использовать для небольших презентаций. Но об этом мы чуть попозже поговорим. Давайте мы все-таки поговорим, мы выберем камеры и штатив. Но вот современная технология позволяет нам работать, уже писать нам различные съемные носители типа флешек. Вот сегодня считается, что наиболее качественный формат, если вы будете разговаривать, допустим, с матчевым магазином, приобретение камеры, то он наиболее такой развитый и качественный формат, это комбинация таких кубов, как H200.264, вот он наиболее прогрессивный формат, он пишет в формате H24. Вторая позиция – это грамотный и правильный выбор штатива. Как правило, опять-таки говоря о небольшом бюджете, штативы часто не выполняют свои функции, поскольку, допустим, сейчас тот штатив, который у нас стоит, он бытовой, и через какое-то время он уже не позволяет, главное для самой камеры по площадке, но, естественно, качество съемки здесь очень сильно теряется. То есть здесь, может быть, даже, говорить, наверное, серьезно нужно выбрать более-менее такой, может быть, и затратный, но тем не менее, хороший, кстати, чтобы он в достаточно такой серьезном промежутке времени выполнял свои функции. Вторая позиция – это правильный выбор тракоса сверки. Вот на, так сказать, своем примере я здесь особо хвалиться не хочу, но просто скажу о том, что многие коллективы спортивные, может быть, как незнание, а может быть, из-за того, что у них достаточно условий для правильного выбора ракурса съемки, ну, прежде всего, это связано с посредством со спортивным сооружением, которое, может быть, не имеет таких высоких требований, такого, там, правильного выбора местоположения для съемки, но имея в виду, опять-таки, наличие тех сооружений, которые в нашем виде спорта знаем, то вот я, ну, с удовольствием, в котором, так сказать, может быть, даже немножко и похвалюсь, то, что когда он приведет к нам на полушней турнире, как олимпийский выиграл среди женских коллективов, то есть все команды, которые приезжали, операторы сразу же, в принципе, выбирали то место, в котором, ну, с того, часто очень много, в принципе, тоже снимают наши матчи женских команд. Опять-таки, мы различаем две задачи отдельно стоит. Анализ игр. Здесь, в этих случаях, необходимо выбрать такой план, который нам позволит максимально охватить большую часть площадки. И вторая задача, она, как бы, немножко разделяется, но, в принципе, тоже, в принципе, этот вопрос можно решить, когда снимаются какие-то презентационные фильмы. Естественно, в этих ситуациях необходимо снимать уже более крупные планы, поэтому здесь уже выбор, так сказать, место расположения здесь не сильно важен. Ну, вот, в качестве примера таких задач можно перестрибуру снять, можно это снять и за ворот, когда, в основном, так сказать, в углу удара происходит очень красивый интересный эпизод, связанный со взятием воров. Я видел, в принципе, на Ютубе, что приезжая к нам команда из, если я боюсь, так сказать, ошибиться, скорее всего, США, да, они, так сказать, и для анализа снимали игру непосредственно на самом категории трибу, и часть второй оператор снимала тоже игровые моменты для того, что выложить на ютубе программу. Эти игровые нарезки, вот, можно, так сказать, это сделать СССР. Еще раз повторю, что очень важно грамотно выбирать место расположения или, как-то говорят, для оператора арку сверху, что этот вопрос практически закрыт. Ну, в качестве такого, может быть, не совсем хорошего примера, потому что некоторые даже там выходят практически на поле, и, опять-таки, может быть, по причине того, что просто нет ремонта. Ну, фактически, здесь смысл сверху для анализа он будет терять. И у меня есть вообще опасение такое, что большинство команд используют видеозаписи для того, чтобы, ну, как-то себя обезопасить от не совсем грамотных, ненедеятельных решений со стороны арбитров. Это тоже, так сказать, такой момент, который не совсем связан, конечно, со мной. Ну, вот такая, то есть небольшая према была. Еще раз повторю, что наш центр имеет архивы всех, которые на первом поле происходят. Понятно, что этот архив на DVD-диске – это как база является. То есть без него нельзя, так сказать, не делать какие-то фильмы. Для анализа же мы используем, так сказать, этот диск как в качестве, так сказать, источника информации. То есть я уже говорил о том, как мы режем клипы. То есть вы еще раз увидите, я вам показал. Значит, что дальше? Я буду все-таки иногда посмотреть на свою шпаргалку, чтобы не сбиться, так сказать, с логики и изложения. Значит, ну, в принципе, есть такая возможность. Она нами тоже, так сказать, реализованно в некоторых ситуациях. Это когда мы можем писать отдельной камерой, так сказать, выбирая средние и мелкие планы для того, чтобы проводить анализ. Что-то еще раз говорю, что большая часть площадки была видна. Ну, еще одну вещь я забыл сказать. Когда мы говорили о выборе оборудования, то та камера, которая сейчас находится у меня, все вместе со штативом, в принципе, это тоже есть вещи, которые позволяют захватить большую часть площадки. Не удаляясь, так сказать, достаточно далеко с помощью зума. Есть так называемые насадки. Ну, здесь даже неправильно я сформулировал. Это называется широкоугольный объектив, который, в принципе, как функция тоже может быть приобретена. И вот этот широкоугольный объектив позволяет на 25% увеличить уровень охвата на камеровой площадке. Вот это вот тоже очень важный момент. Ну, формат записи, вы понимаете, что здесь как-то тоже очень важно все. Сейчас очень удобно записать на флешках, сразу же сбросить в компьютер, то есть потом как-то смонтировать. То есть мы на клипах уже с вами практически поговорили. Еще, имея в виду, так сказать, наше оборудование в нашем церкви, мы можем, в принципе, сделать даже так. То есть мы иногда, когда говорим об анализе, в принципе, здесь определенные задачи стоят. То есть анализ, так сказать, задача одна. Можно, в принципе, еще раз только продублением, что можно снять себе презентационный фильм, исходя из того, что за последнее время у нас качество неизъемки, а качество записи стало благодаря видеоператору, так сказать, чуть выше. Имею в виду, что из-за ворот у нас нашли картинки, где, как видите, уже опасные игровые эпизоды, которые тоже достаточно симпатично смотрятся. Ну и еще раз говорю, что как опция можно сделать такую вещь. То есть вот, предположим, у нас не так, как в нашем виде спорта развито, надо обратить внимание на действия какого-то игрока. В принципе, это тоже возможно. То есть можно подойти, допустим, до игры, поговорить с императором, чтобы на какого-то определенного игрока было обращено внимание, и, так сказать, нарезать опять после игры, допустим, действия. Хотя это, может быть, не всегда связано с отдельным игроком, то есть может быть, так сказать, записи, допустим, ими защиты, и полузащиты, и все остальное. Значит, вот этот вопрос, значит, мы по анализу закрыли. Ну еще что хочу сказать. Я думаю, что вы всех, так сказать, в наших спортов прекрасно разбираетесь, так сказать, мне надо что-то подсказывать, но предположим, анализ игры, он, так сказать, специфичен, имея в виду тренерский коллектив. То есть бывает так, и это, в принципе, достаточно считается нормальным. Когда тренер, так сказать, сам себе с усам, но он понимает, что все, что происходит на поле, но мы говорим иногда о анализе и разборе игр, в большей степени даже касающейся не просто командных мастеров, но, допустим, на, так сказать, юношеских коллективах об этом, конечно, тоже не надо забывать, а здесь значимость она возрастает, так сказать, двое в двое. Но тоже одну вещь я забыл сказать тебе, я и говорю, так сказать, длительность просмотра видео с DVD, понятно, что минут через футболка уже команды, так сказать, теряет концентрацию. При, так сказать, просмотре всей видеозаписи игры, поэтому, так сказать, значимость коротких нарядов как они здесь возрастают. Представьте себе, что сидят перед вами, так сказать, достаточно мастеровитые игроки и смотреть на тот момент, когда попадаются мячи и все остальное, это совсем интересно и изначально. Ну, вот в последнее время, опять-таки, говоря о промо-роликах, вот достаточно модным стало в различных группах демонстрировать быстрые видеоотчеты о происходящих играх. Вот мы-то здесь тоже, как говорится, не ставим на месте, решили вот так и сделать, поскольку, так сказать, подсмотрели себе то, что в мире практически, в разных странах происходит очень оперативно. Появление этих нарезов в интернет, вот, в принципе, эту задачу мы решаем, причем у нас, как бы, наличие нашего оборудования, оно тоже произволяет сразу же, поскольку у нас люди по антону происходят. Эти нарезки сразу, если их, так сказать, если их порезится и уложится в интернет, то есть достаточно оперативно тоже происходит. Давайте перейдем сейчас к промо-роликам. Здесь тоже очень значимое все. Что такое промо-ролик? Понятная задача. Мы говорим о том, что, в принципе, здесь используются средние и крупные планы. Современная мода, не знаю, вот эти ролики, она позволяет, в принципе, делать короткие нарезочки. Имею в виду, так сказать, может быть, даже отсутствие штатива, поскольку, так сказать, здесь коробки появляются, и, так сказать, камера позволяет, так сказать, не дергаться особо, да. Поэтому снятие и использование этих промо-роликов, в том числе и презентации команды, она, естественно, здесь, когда мы обходимся в достаточно недорогой видеокамере, она, так сказать, тоже может быть реализована. Если говорить непосредственно о всем промо-ролике, то здесь, естественно, важно поделиться с вами, ну, небольшими такими возможностями, для того, чтобы, да, ролик, так сказать, состоит здесь просто из видео, видимо тоже с вами, когда вы с тобой немножко поговорили, то есть этот любой фильм, он начинается с заставки. Понятно, что, опять-таки говоря, в большом бюджете, здесь, в принципе, специалистов по компьютерной графике привлечь очень сложно, имея в виду изготовления заставки. В принципе, я вам тоже здесь продемонстрирую простыку. Простыку заставку, которую мы делали для ветеранского фильма, в принципе, здесь можно пойти по этому же пути. Плюс, вот, так сказать, сразу, чтобы не забыть, будет вам пример предоставлено. Компьютерной графике простейший состав команд с помощью программного продукта, который тоже позволяет делать небольшую надпу, развлечь наших зрителей не просто ее, а не небольшими включениями компьютерной графики. Но здесь, так сказать, смысл снятия промо-роликов, так сказать, для меня очень важно, что имеется в виду. Вот если вы смотрите фильмы, так сказать, о истории различных команд, то вот смущает практически отсутствие видео. Любой групп, который, так сказать, существует в какое-то определенное время без архива, он не имеет какого-то определенного будущего. Сейчас уже не обойтись в тех же презентационных фильмах, с классичными фотографиями уже считается какого-то, но правило плохого тона. Поэтому, вот, опять-таки, возвращаясь к наличию нашего архива, здесь, в принципе, для каждой команды тоже значимо, можно получить какие-то планы для того, чтобы эти времена, и для того, чтобы, так сказать, архив для истории существовало. Ну, в качестве примера вам приведу то, что я вижу очень часто. Вы помните фильмы о нашем чемпионстве по футболу 62-го года. Практически три плана всегда показаны, опять-таки, по причине отсутствия видео. То есть это план, когда забивается решающий год на чемпионате Европы 62-го года. Второй план, когда игрный капитан команды пробегает скупом перед трибунами. И третий план — это команда, но на кредестале почёта. Вот из фильма фильмов, когда различные студии изготавливают какой-то материал об этом чемпионате, естественно, всё какое-то совсем красиво смотрят сюжетно. Ну, совершенно не так. Опять-таки, говоря о том, что надо сохранить свою историю в качестве видеонарега. Ну, в принципе, вот так вот я более-менее, наверное, озвучил все свои возможности. Ну, вот ещё говоря о том, что простенькие, как-таки говоря о заставках, простенькие композиции с помощью, как же, фотографий и трёхмерной графики, мы вам продемонстрируем мир, который готовился вот не совсем, так сказать, для нашего стадиона, но, в принципе, тоже, возможно, мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега. Цель является вот такой проект, который нужно назвать как «Видеоуроки». Ну, вот такая у меня мыска практикующего тренера возникла. Понятно, что, допустим, для тех же детей, которые в первой отделе дружки делают простейшие тренировые упражнения, очень можно в своевременно, так сказать, отреагировать на действия воспитанников. И здесь я вот такую, так сказать, сам себе придумал. То есть можно сделать каким образом? То есть, опять-таки, говоря о том, что по данной камере, так сказать, достаточно автономно, то есть можно прийти на какое-то занятие, снять своих ребятишек с выполнения какого-то упражнения. Затем это упражнение, ну, каждому игроку, допустим, может быть, свой номер там вывести, какого-то порезать, да, и показать, допустим, те ошибки, которые игроки, впоследствии, совершают в то время выполнение простейших игровых упражнений. Может быть, даже с помощью компьютерной игроки, главное, что современная технология позволяет это делать. И, так сказать, даже, опять-таки, имея в виду современные средства коммуникации, сделать так, чтобы, вот, игрок, например, имел возможность не у себя на диске или на кассете посмотреть, а просто посмотреть интернет и свои действия, так сказать, посмотреть. Он неправильно мог или по подсказкам, которые, например, так сказать, или по рекомендациям, которые принял к каждому из вас. Это может быть, допустим, даже сбросывать карточки, то есть, вот, когда замену по первому, там, сделаю упражнение, да, а если по сторонному, там, тоже сделаю упражнение, а если бы хотел бы, так сказать, сгруппирователем раздельно порезать, для каждого из вас. Вот, вы уже, так сказать, он туда это приведет, тоже это будет тогда наглядно, я считаю, это будет очень полезно и эффективно. Вот, попытался я так вот в черне рассказать о том, что, так сказать, мы можем и знаем. Последняя, так сказать, вещь, которую еще я не озвучил, это статистика. Статистика тоже имеет для анализа игры определенное значение, вот, к сожалению, я это сказал только в конце, но она, будем так говорить, опять-таки, для каждой команды, она условна, но, тем не менее, можно информацию определенную получить. Ведь вы знаете, что современные технологии, особенно в футболе, которые позволяют не просто, допустим, сосчитать так количество, так, да, а в поворотах, количество 3% владения мячом, количество гранцов в поворотах, забитые голы там, и нарушение количества предъявленных катечек спортсменов. Это, будем так говорить, первый уровень информации для тренеров. Ну, второй уровень, он такой, понятно, что он затратный, и, опять-таки, вспоминаем, для какого пола мы это нашли, мы демонстрируем. Значит, в принципе, мы пошли еще по одному пути. В принципе, вот используя, опять-таки, простейшие компьютерные программы, я их озвучивать не буду, то есть, если кто заинтересуется, можно будет, например, через какое-то время пообщаться, я, так сказать, дам контактную информацию. Значит, речь идет о анализе того, как определенная команда совершает свои атакующие или игровые действия, и с использованием еще раз повторить открытые игры. То есть, мы можем... Это понятно, что это дополнительная затрата, прежде всего, трудная затрата, для этого определяться необходимо одного человека. В принципе, вот эта вот задача. У нас в центре решал, то есть, можно на игровой площадке с помощью графики разместить, так сказать, наиболее активные или наиболее часто используемые зоны для развития атаки с помощью простейших привыхлений. То есть, можно проливно, так сказать, во время проведения матчей рисовать условно не с точностью 2 миллиметра, а схему развития комбинаций различных команд. И в результате, так сказать, по окончании, допустим, первого тайма увидеть, так сказать, наиболее часто используемые зоны для того, как команда развивает свои атакующие или различные игровые действия. Но то, что мы с вами по статистике выводим, то ни для кого не секрет, что четыре раза во время игры мы даем статистическую информацию, что пока вот она реализована, так сказать, на таком простейшем уровне. Это количество ударов поворота, количество бросков сто ворот, малые штрафные головы и плюс еще процент владения ключом. Существует специальная программа, то есть интерпесель я вам тоже здесь эту программу продемонстрирую. Еще раз повторю, что наша, так сказать, наша презентация не претендует на какие-то особые знания, просто хотелось бы, так сказать, у кого есть интересы вот наши, может быть минимальные, но тем не менее какие-то вот возможности для того, чтобы, так сказать, эффективность действий, ну, дополнительных, так сказать, структур в спортивных клубах была гораздо выше. Еще раз по примере вот, допустим, анализа повторю, что есть где-то, например, ну, неправильно камеру будет, да, ну, не совсем грамотно разбирать игры, то есть опять я говорю, да, то интерес вот к этой задаче, он просто может, так сказать, угаснуть и потом вот эта вот значимая все-таки, на мой взгляд, возможность, она, так сказать, теряется и все остальное. Вот такой вот небольшой у нас вот фильм. Если, так сказать, его порезете, я не знаю, как это целиком-то появится, позволит нам YouTube увидеть его целиком в интернет, мы его и вам изготовлено предоставим. Повторю, что вся контактная информация, она там будет, на ролике присутствовать, где-то в середине будем давать, где-то в конце. Благодарю вас за внимание, всего доброго, спасибо.